Одесский вокзал. При его проектировании и строительстве было предусмотрено создание максимальных удобств пассажирам во всех помещениях вокзала. Рассмотрим технологический процесс работы вокзала станции Одесса-Главная по отдельным элементам и операциям. Четкая структура управления вокзалом обеспечивает единое началие руководства и точно определяет функции всех вокзальных работников. Командир смены дежурный по вокзалу. Во время своего дежурства он руководит всей работой вокзала. К концу смены ему сдают рапорта о выполнении сменного плана задания руководители всех цехов и подразделений. Товарищ Рудницкий, заложите план работы. Смена явилась на дежурство вовремя и в полном составе. Произведен инструктаж. Каждому дано сменое задание. Прошу утвердить следующее мероприятие. В связи с увеличением пассажиропотока Толенинград и Харькова... Работу всего вокзального персонала во всех подразделениях и цехах организует и контролирует начальник вокзала. Он ежедневно проводит планерные заседания, на которых обсуждается суточный план задания. Прошу согласовать о размещении в зале номер два. Имеется большая заявка санаторием. Необходимо направить курортного кассира товарища Киргет в санаторий номер пять и санаторий имени Чкалова для обслуживания курортников. Ваше мероприятие, товарищ Рудницкий, утверждаю, товарищу Медведеву проследить за их выполнением и докладывать мне каждые два часа. Прошу, товарищ, принимать смену. К работе приступает новая смена. Начальник вокзала в определенные часы принимает пассажиров. Мы с мужем в Одессе проездом. Срок годности наших билетов истекает послезавтра. Выехать мы не можем, заболел муж, он в больнице. Вам надо будет предоставить справку из больницы, и ваши билеты будут продлены на соответствующий срок. При разработке технологического процесса работы вокзала учитывается наиболее целесообразная организация движения пассажиров. С каждым поездом пригородного, местного или дальнего следования прибывают и уезжают пассажиры. Для разных категорий пассажиров, выполняемые на вокзале операции, их последовательность различны. Специальные платформы и пути выделены для прибывающих и отправляющихся поездов. Пассажиры с прибывающего поезда направляются в город, Некоторые пассажиры следуют в различные вокзальные помещения, а затем к выходу в город. Пассажиры на посадку проходят через вокзальные помещения, а затем на платформу к отправляющемуся поезду. Разделение маршрутов по отправлению и прибытию исключает встречу и пересечение основных пассажиропотоков. Для пригородных поездов свои пути отправления и прибытия, отделенные от путей приема и отправления поездов дальнего следования и местного сообщения. Это также дает возможность при почти одновременном прибытии разных поездов разделить пассажиропотоки дальнего, местного и пригородного сообщения. «Музыка» «Музыка» У выхода с перрона на привокзальной площади расположены остановки городского транспорта. Они отделены от сквозного уличного движения. Чтобы избежать скопления и сутолоки вход и выход вокзала разделены. Объявления и указатели помогают быстро ориентироваться в вокзальных помещениях. Все помещения расположены в соответствии с последовательностью выполняемых на вокзале операций. Это создает поточное исследование пассажиров с наименьшим количеством лишних и возвратных передвижений. «Музыка» Хорошо оформленные и правильно размещенные зрительные справки дают ответы на наиболее часто возникающие у пассажиров вопросы. Четкая исчерпывающая справка одной из главных условий культурного обслуживания пассажира на вокзале. Поезд номер 52 Одесса-Черновидца отправляется ежедневно в 11 часов 15 минут. Скажите, пожалуйста, как доехать мне до станции Оридиш? Сколько будет стоить билет и багаж? Работники справочных бюро должны уметь быстро пользоваться материалами необходимыми для выдачи справок. Удобное размещение этих материалов значительно ускоряет выдачу справок. До станции Оридиш вы доедете поездом номер 20 Одесса-Ленинград отправление поезда в 18 часов 40 минут. Билет в жестком пласткартном вагоне стоит 166 рублей 5 копеек Багаж 13 рублей 32 копейки каждые 10 килограмм Камера хранения ручной клади предназначена для кратковременного хранения дорожных вещей пассажиров При получении из данных на хранение вещей пассажир предъявляет в кассу камеры квитанцию Кассир устанавливает срок хранения производит подсчет стоимости получает деньги и отмечает квитанцию на выдачу В квитанции проставлены номера стеллажа и полки на которых установлено принятое на хранение место стеллажи и полки двумированы это позволяет кладовщику быстро производить выдачу пассажирам их вещей билетные билетные кассы наиболее ответственный участок работы вокзала товарищ начальник по 12 кассе большое скопление пассажиров на поезд номер 20 разрешите открыть дополнительную кассу товарищ григорьев откройте дополнителя в кассе номер 14 продажу билетов на поезд номер 20 ленинградский выполнять дежурный по залу следит за порядком в залах и помещениях которые за ним закреплены при продаже билетов кассир выполняет 4 операции первая операция запрос пассажира о билете и ответ пассира затрата времени 25 секунд вторая операция определение маршрута следования и стоимости проездных билетов затрата времени 20 секунд третья операция операция оформления и компостирования проездных документов затрата затрата 35 секунд четвертая операция получение денег от пассажира и выдача билета и выдача затрата времени 10 секунд графики неотъемлемая часть технологического процесса работы вокзала составленные для работников всех профессий они приучают выполнять каждую операцию строго последовательно в сжатые сроки качество работы билетных кассиров определяется безошибочностью и быстротой оформления кассиром проездных документов на городской станции работают кассы предварительной продажи билетов для удобства населения эти кассы производят продажу билетов на все поезда за несколько дней до их отправления за сутки до отхода поезда все оставшиеся места поступают в вокзальную кассу бюро заказов слушает куда билет поезд номер 22 на 12 число в мягком вагоне до Москвы адрес Дерибасовская 14 квартира 4 угол Карла Маркса фамилия Кравченко значительно улучшает обслуживание пассажиров организованный прием заказов на билеты по телефону с доставкой их на дом при вокзале создано бюро распределения мест где по заявкам санаториев домов отдыха и туристских баз заблаговременно заготовляются билеты для отдыхающих ежегодно более 100 тысяч трудящихся нашей страны проводят свой отпуск в здравницах Одессы обслуживание этой категории пассажиров ставит перед работниками вокзала дополнительные задачи разъездные кассиры доставляют билеты отдыхающим за несколько дней до их выезда из санаториев многие граждане направляющиеся в различные города Советского Союза прибывают в Одессу на морских пароходах по инициативе передовых кассиров Одесский вокзал принимает предварительные заявки на железнодорожные билеты для пассажиров прибывающих в Одессу морским транспортом эти заявки передаются с пароходов по радио Слушаю Понятно Пароход прибудет в 18.45 Хорошо Заявка будет обеспечена По прибытию пароходов в Одессу разъездной билетный кассир вокзала производит продажу билетов на борту парохода Кассир также принимает заказы на места в комнате матери и ребенка и в вокзальной гостинице Внимательно изучая запросы пассажиров работники Одесского вокзала стараются создать для них максимум удобств В залах ожидания можно спокойно провести время до отправления поезда В комнатах отдыха для пассажиров подготовлены удобные постели В комнате матери и ребенка особое внимание уделяется самым юным гражданам нашей страны В часы наименьшего движения поездов технологический процесс работы вокзала предусматривает производство суточной уборки всех вокзальных помещений и всего инвентаря Здесь обязательна чистота и строгое соблюдение санитарных правил Начальник вокзала и санитарный врач ежедневно проверяют санитарно-гигиеническое состояние вокзальных помещений Периодическая уборка производится в течение всего дня На некоторых вокзалах применяются различные механизированные средства уборки Моечная машина Моечная машина Моечная машина Полотерная машина Пылесосы Телевышка для уборки высоко расположенного инвентаря и карнизов Механизация уборочных работ сокращает сроки повышает качество уборки Багажное отделение Сколько предусмотрено по технологическому процессу времени на прием багажа Первая операция Багажный весовщик устанавливает станцию назначения Затрата времени 15 секунд Вторая операция Проверка упаковки и надписи на ней Затрата времени 30 секунд Третья операция Взвешивание багажа И оформление документов Затрата времени 85 секунд Четвертая операция Маркировка багажа И подготовка к отправлению Затрата времени 80 секунд Такие графики помогают определить какое количество касс и окон должно работать одновременно так чтобы пассажир мог своевременно сдать или получить багаж затрачивая на это минимальное время Граждане пассажиры Начинается посадка на поезд номер 62 Одесса Киев В первую очередь на платформу пропускаются пассажиры с детьми Перронные контролеры при выходе пассажиров проверяют проездные документы и перронные билеты Несколько выходов на платформу значительно облегчают работу перронных контролеров За благовременная информация пассажиров о начале посадки и организованный проход их на платформу позволяет проводникам спокойно провести размещение пассажиров в вагонах Технологический процесс работы вокзалов непрерывно совершенствуется и обеспечивает четкую слаженную работу всех вокзальных цехов и подразделений Перед работниками железнодорожного транспорта поставлена ответственная задача максимально улучшить обслуживание пассажиров Советские люди судят о работе железнодорожников прежде всего потому как организовано обслуживание пассажиров в поездах и на вокзалах Товарищи железнодорожники лучше обслуживайте пассажиров субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова